Мы вернулись в студию, продолжаем программу «Территория свободы». Сейчас гость нашей студии военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор Роман Светан. Добрый вечер, господин Светан. Приветствую. Благодарна, что приняли мое приглашение. Начну, наверное, с последних событий сегодняшних. Сегодня Украина опять подверглась ракетному расстрелу, обстрелу, извините, за оговорку такую. Скажите, пожалуйста, удалось ли большую часть ракет сбить и были ли действительно какие-то жертвы и нарушения инфраструктуры? Больше половины ракет мы сбили. Часть ракет, третья часть, даже больше, третья часть ракет шла, это Х-23. Их нашими системами зенитно-ракетных комплексов сбить не удалось. Мы не можем это сделать. Ждем новейшие системы для того, чтобы можно было работать с этими ракетами. А так, больше половины ракет было уничтожено. Часть ракет попала по объектам энергоструктуры, гидротехническим сооружениям и нефтебазам. То есть прошла, можно сказать, половина ракет. До Нового года часто я смотрела цифры, появлялись о том, сколько ракет было уже выпущено по Украине. И в том числе обсуждалось, что подойдут к цифре, после которой обстрелы, если не прекратятся, то как минимум сведутся к минимуму. По причине того, что у Российской Федерации должно всегда оставаться минимальное количество ракет для защиты своей страны. И при этом мы видим, что обстрелы продолжаются. Я смотрела в одном из интервью, мне кажется, для Униан, если я не ошибаюсь, вы сказали, что обстрелы не прекратятся, потому что у России ракеты не закончатся никогда, потому что они их постоянно делают. Это правда? Так и есть. У страны, которая производит ракеты, они точно никогда не закончатся. Количество ракет, которые они производят, оно конечно, но это довольно-таки увесистый кейс ракет. Они в сутки делают одну-две ракеты, то есть в месяц они могут 30-50 ракет выполнить и выполнить, естественно, как минимум одну атаку. Вот такая атака, как сегодня была, половина ракет была крылатых, а вторая часть ракет это как раз ракеты, которые вот эти старые Х-22, это еще советского производства, их несколько сотен еще осталось у россиян. Они не точные, но они очень мощные, там дутонны взрывчатки. И ракеты, которые они запускают с самолетов истребителей, это Х-59, Х-31, они также могут их производить. Потому однозначно у них ракеты не закончатся. Единственное, что уменьшится количество ракет в пуске и может быть растянутся сами волны. То есть время между пусками будет 2-3 недели, может быть до месяца. При введении санкций в Российскую Федерацию обсуждалось, что Российская Федерация не могла получать в том числе и часть электроники необходимой или используемой как вторичной, в том числе для производства ракет. Если Россия продолжает производить ракеты, это значит, что санкции обходятся каким-то образом, поступает в Россию электроника через третьи страны? Так и есть. Через Северную Корею, Беларусь, Иран, Китай поставляются в Россию определенные комплектующие. Мы их видим, от ракет остаются определенные запчасти. Там видно использование, во-первых, еще до сих пор элементной базы западных производителей. Они есть, они остались у россиян, они раньше набрали их определенное количество. Их используют. Плюс идет еще параллельная поставка через прокладки, прокладки типа Беларуси, Ирана и Северной Кореи. То есть обстрелы, к сожалению, будут продолжаться таким образом. Если можно, каковы сейчас дела на фронте? Мы можем говорить, что Российская Федерация уже начала наступление? Или пока это еще они пытаются пробовать силы противника щупать? Начали наступление не после российского Рождества, а после 7 января. Мы увидели это движение в районе Солидара, Бахмута, Углидара. Это название, которое сейчас на слуху. Но это начало. Начало в основном в режиме разведки боем. То есть они пытались сначала штурмовыми ротами проверить наше укрепление. Сейчас уже до батальона, до полковых уровней доходят. Но в ближайшее время зайдут оставшиеся части российских войск, которые подготовлены, были мобилизованы в прошлом году и подготовлены. Увеличится общее количество войск до 400 тысяч. Это к третьей декаде февраля. И я думаю, через неделю-две начнется пик наступления. То есть это как раз когда все уже войские подразделения будут выполнять боевую задачу на линии фронта. Сейчас пока это Донецкое и Луганское направления подключатся еще Запорожское и Харьковское направления к этому уже центру наступления, так называемым. То есть к пику наступления. А дальше в марте месяц оно пойдет на спад. То есть основной удар все-таки на ваш взгляд куда придется? На Донецко-Луганское направление? В основном будут. В основном Луганско-Харьковское. То есть это со стороны российских валуек, восточная часть Харьковской области, левый берег реки Оскол, Оскольское водохранилище, Луганская область. Давление будет продолжаться на Донецком направлении. Но там очень мощная система обороны украинская. То есть они будут давить, просто двигаться не получится. А новое направление еще откроется Запорожское. Это в районе Запорожья, Орехово, Гулейполе. Ну а в основном для связывания наших резервов в стороне от основного направления Харьковского и Луганского. Я попрошу вас прокомментировать, потому что в январе опять же появилось, если можно так сказать, довольно яркое выступление, заявление господина Иларионова. И оно звучало так довольно пессимистично и для Украины, и для Республики Молдова. Первый вопрос будет касаться Украины, это он сказал, что Российская Федерация, проведя мобилизацию, проведя за эти несколько месяцев подготовку мобилизованных, плюс к этому призывников уже подготовили, да, собирает огромную армию, в два раза, чуть ли не в два раза больше предыдущей, которая год назад наступала, да. И они расконсервировали танки, что у них больше 20 тысяч танков были в консервации, другое оружие, и что это будет очень сильное наступление по всем направлениям, в том числе и по юго-юго-западному направлению, что, конечно же, касалось уже и нас в определенной степени. Вы согласны с таким прогнозом господина Иларионова? Нет, это слишком пессимистический. Это если бы у россиян было не 400 тысяч войск, а около 4-х готовых подразделений, тогда можно было бы говорить о каком-то широкомасштабном наступлении. Тем более по югу вас вообще ничего не коснется, это однозначно. До вас они не доберутся на правый берег Днепра, однозначно россияне уже не переберутся в этой жизни. Потому Молдову это не коснется. У вас, может быть, только политические какие-то моменты. Ну а если Приднестровье начнет как-то двигаться, попросите украинцев, мы там быстро, без вашей просьбы мы, конечно, этого делать не будем, но по просьбе мы там быстро всех успокоим россиян, они для нас враги, причем нас сильно уговаривать не надо. То количество войск, которое есть сейчас у россиян, недостаточно даже для обороны той линии фронта, которая сложилась в последнее время. Это около тысячи, больше тысячи километров фронта, глубина фронта около 100 километров. То есть по всем формулам, по всем расчетам военным, количество войск должно быть около миллиона человек для того, чтобы тысячу километров фронта со 100 километровой глубиной оборонять. Не то, что наступать, а оборонять. Потому однозначно у них каких-то других целей великих не будет. Они будут пытаться удержать линии фронта в районе Херсонской и Запорожской областей и пытаться наступать в районе Луганской и Донецкой, в частности Харьковской, но это больше к Луганской все-таки относится. То есть вариантов каких-то третьих, но точно не будет. Это единственные два варианта, то есть движение с Харьковской, Луганской, либо с Запорожской областей. Но основное, скорее всего, будет все-таки Луганско-Харьковское направление. Я подчеркну, что руководство Республики Молдова ведет переговоры о мирном решении с Приднестровьем, и надеюсь, в этом году мы все-таки договоримся, и этот вопрос будет закрыт. И все-таки я вернусь еще раз к цитате Ларионова, потому что у меня была география в школе, мы все ее изучали, и, может быть, я чего-то не понимаю. Потому что он писал, что через украинский боджак на юго-западе Одесской области проходит одна из основных артерий военного снабжения Украины. Этот район между реками Пруду на Днестр, по словам эксперта, имеет сложный этнический состав, и что именно таким путем туда пойдет десант на Гагаузию и потом соединится с Приднестровскими частями. Глядя сейчас на карту войны, я не понимаю, каким образом оттуда может появиться десант. То есть это фантастика? Этого не может сейчас быть? Или может быть при определенных условиях? Этого не может быть никогда, так как выйти на Молдову россияне могли двумя путями. Либо это через Николаев, то есть с правого берега Херсона, из-под Херсона на Николаев, в Вознесенск на Приднестровье, с Вознесенска, это севернее Одессы. Либо выход сразу на Одессу и уже с побережья, но это должен быть десант, заход в Молдову с юга. То есть вариантов уже третьих нет. Запада это не вариант однозначно, то есть вдоль Польши, вдоль границы Польши нереально с Белоруссией этот момент решить. Но на данный момент и эти два варианта тоже невыполнимы. Для этого надо, еще раз повторюсь, около 4 миллионов человек, для того, чтобы уже широкомасштабно наступать, попробовать окружить Украину и как-то еще с юга выйти в сторону Молдовы. Потому однозначно это из области фантастики, пусть может быть научной фантастики, но все-таки фантастики. А каков был тогда смысл делать такие заявления господином Ларионовым? Он не считался до сих пор, был вроде как бы уважаемым человеком, экспертом, который занимался, в принципе, интересные работы писал, публиковал. Что вдруг сейчас произошло, какой смысл этих заявлений? Обратить внимание, усилить защиту или наоборот? Я просто действительно не очень понимаю, какой смысл бы это делать. Или он не понимает просто, не разбирается? Но дело в том, что есть вопросы, связанные с цифрами. Вот если оперировать только цифрами, не понимая процессов военного строительства, движения и определенных оперативно-тактических маневров, то, оперируя цифрами, можно, в принципе, сделать выводы и такие, какие сделал, допустим, уважаемый Ларион. То есть, исходя из общего количества войск, 2 миллиона человек российских, исходя из количества, по крайней мере, объявленного количества танков, техники, вооружений, которые могут использоваться, этот вопрос мог он интерпретировать и в таком ключе. Но я еще раз повторюсь, это из области все-таки научной фантастики. Это можно профантазировать, но выполнить это невозможно. То есть, на бумаге это можно нарисовать, это можно сложить формульно, но выполнить технически это просто невозможно. Потому, а если такого рода публикации Ларионова все-таки подвигли некоторые правительства принять мере безопасности, то ничего в этом плохого нет. Как минимум, увеличили обороноспособность своих стран. Есть проблема, связанная с психологическим состоянием личного состава, то есть, людей, населяющих определенные территории. Да, но для этого нужны специалисты, обозреватели, журналисты, которые поднимут этот вопрос и уже по полочкам разложат, и снимут эту тревогу. Господин Лукашенко ответил на все заявления об участии или не участии Беларуси в войне. И сказал, что если оттуда, то есть с Украины, хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей, тогда они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. Вот это заявление Александра Лукашенко. Означает ли это, что он продолжает балансировать и удерживаться под давлением Российской Федерации? Или, в принципе, Российскую Федерацию устраивает, что военные базы и территория Беларуси предоставлены для возможности оттуда стрелять и заходить в территорию Украины? Россияне не только это сделали. Россияне полностью разделили белорусскую армию практически до трусов. И Лукашенко в том числе. Они забрали все, они забрали технику, они забрали боеприпасы, они забрали в тяну свои войска по контракту профессионалов белорусов, которые воюют против Украины, уже воюют в составе Российской армии. А потому Лукашенко это сейчас больше похож на свадебного генерала, не более того. То есть генерал, у которого армии как таковой нет, или есть потешные войска, которые не могут выполнять боевые действия. Вот уже он, почему он щеки надувает, ну это может быть для внутреннего потребления, для российского потребления, но это в основном для этого. Делать они просто ничего не смогут, даже если получат команду. Нечем. Нечем выполнять боевые задачи. Тем более против украинских войск, которые уже прошли годовую, как минимум, войну жесткую, развернутые вдоль линии украино-белорусской границы, отрыты там целые инженерно-технические сооружения именно оборонного плана. Поэтому невыполнима задача, так как говорит Лукашенко, попытаться он может, конечно, может покататься вдоль линии границы, что он, в принципе, делает в последнее время. Но не более того, то есть вступить в войну, в прямом смысле слова, у него точно не получится. А вот базы, которые он передал, еще раз повторюсь, технику, боеприпасы россиянам, вот это для россиян было намного важнее, чем вступление, допустим, белорусской армии в войну. Чуть более месяца назад я разговаривал с господином Самусем, и он говорил, что на самом деле наступление с территории Беларуси, и в том числе при участии белорусской армии, это вполне рассматриваемый вариант. Он рассматривается однозначно, любые военные штабы, нашей армии в том числе, и наше военно-политическое руководство однозначно рассматривает все варианты, даже тот, который предложил Иларионов, и эти варианты рассматриваются. Для этого и надо штаб, для этого и надо военно-политическое руководство, которое взвешивает и готовится к самому худшему варианту даже научной фантастики, даже нереалистичному, но тем более идет подготовка. Это не готовится к шашлыкам в мае, а это готовится к войне. Потому однозначно такой вариант прорабатывается, почему и были выделены определенные силы и средства, почему и было проведено инженерное сооружение, воздвигнутое вдоль территории границы с Белоруссией, почему были променированы там тысячи квадратных километров полей, как раз рассматривая вот такого рода вариант. То, что он нереальный, нереалистичный, это да, но он рассматривал им однозначно. На этой неделе проходила очередной раз встреча группы «Рамштайн», на которой обсуждалась в том числе и поставки вооружения Украине. И глава Альянса уточнил, что боевые самолеты не самый насущный вопрос, но обсуждается этот вопрос на данный момент. И это война на истощение, и это логистическая война. Хотя мы знаем, что и министр обороны Резников, и будучи в Великобритании президента Зеленской, попросили именно самолеты. Как вы прокомментируете такое заявление господина Столденберга? Так и есть. Однозначно авиационная компонента должна быть при планировании наступления. Дело в том, что любые передачи техники, тяжелой техники, наземного вооружения для выполнения наступательных задач, они неэффективны без прикрытия с воздуха. Это очень хорошая цель истребителям противника. Любой танк на земле, не прикрытый с воздуха, это просто коробочка, это цель. Любая ракета противотанковая, она ее найдет и уничтожит. Потому, если бы наши партнеры не рассматривали вопрос о передаче нам авиации, то, в принципе, тяжелой технике можно было бы просто затопить в Тихом-Океане, эффект был бы одинаковый, мне надо было просто через Европу перевозить. Их без прикрытия с воздуха, их также, как в семечке, перечелкует россияне, уже на нашем поле боя. Поэтому однозначно прикрытие с воздуха, будет передача авиации, будет вопрос, какой, когда и в каком количестве. Я думаю, этот вопрос будет закрыт до того момента, пока авиация не появится на поле боя. То есть он не будет освещаться до момента, пока непосредственно авиация уже не будет участвовать в боевых действиях. Это архимально. У нас молдавское небо каждый день, скажем так, становится, появляется в новостной ленте. Сначала пролетает российская ракета, потом залетает не то метеозонд, не тот дрон. Мы так и не узнали до конца, что же было. И мы закрывали воздушное пространство для того, чтобы убедиться, что зона безопасна. Сегодня мы нашли, на территории Республики Молдова были найдены обломки ракеты сбитой над Украиной, приземлилась на нашу землю. И это, к сожалению, уже тоже не в первый раз. И получается, что так или иначе, мы не принимая участия в военных действиях, к нам тоже, получается, страдаем. Каким образом можем ли мы это связать? Потому что некоторые молдавские политики связывают эти вещи с заявлениями Лаврова в отношении Республики Молдова о том, что Молдова может стать второй Украиной. Или это все-таки, как бы так сказать, побочное явление? Я не знаю даже, как правильно задать этот вопрос, учитывая, что обстреливает Украину, и мы, как страна-сосед, естественно, прилетают какие-то обломки на нашу территорию. Так и есть. Вам не стоит обращать внимание на высказывания Лаврова и всего, что связано с Россией. Молдова очень далеко от России. Ее прикрывает Украина. Сейчас уже и вооруженные силы Украины. У Молдовы есть хороший союзник в лице Румынии. Потому, однозначно, в этом смысле Молдове ничего не угрожает. А вот нахождение в районе боевых действий, а Украина, вся Украина, это район боевых действий, так как россияне могут в любую точку обстреливать Украину. Естественно, нахождение рядом с районом боевых действий, это как раз побочный эффект, заход к вам ракет, заход к вам некоторых разведывательных летательных аппаратов в качестве хоть беспилотников, хоть тех же надувных шариков, которые сейчас у нас летают по Украине, не могут заходить и в Молдову. Ну и, естественно, те ракеты, которые сбиваются на территории Украины, они также обломки могут падать на территорию Молдовы, Польши, Венгрии. То есть, это, в принципе, как раз именно эта проблема закончится только тогда, когда закончится война, после того, как мы уничтожим российскую армию на территории Украины. Но до этого времени Молдовы в этом смысле и фронтовое государство. Тогда к заявлениям Владимира Зеленского переходим. Когда заявление о том, что в Республике Молдова готовится расшатывание ситуации, попытка государственного переворота, что было подтверждено и молдавскими специальными службами, о том, что мы получили подобную информацию. И у нас очень много возникло вопросов. А мой вопрос к вам, как к военному специалисту. Можем ли мы, журналисты, граждане Республики Молдова думать о том, что на нашу территорию проникли подготовленные люди, граждане другой страны, которые находятся сейчас, не знаю, в каком-то ожидании, в периоде ожидания команды из центра, и которые должны помочь провести этот самый переворот. Или это мы все-таки уже начинаем додумывать в условиях тех заявлений, которые мы слышим? Наша разведка, особенно военная разведка, очень хорошо работает, особенно в условиях военного времени. Потому что если есть такой запрос на передачу вам и поделиться с вами оперативной информацией, которая вас убережет от определенных катаклизмов, однозначно с вами поделятся. То есть наша разведка с вами и поделилась, там, неважно, напрямую или через президентов. Но, тем не менее, такая развединформация есть. Естественно, есть угроза вашему политическому спокойствию от этих групп. Они однозначно у вас есть сейчас, будут работать, работают, работали и будут работать. Это очерк работы ФСБ российской. Они есть в Украине, они есть в Европе. И эти определенные спящие, так называемые, консервы, которые могут вскрываться. Это может быть и люди, которые заехали недавно. Это может быть давно заехавшие люди, не граждане Молдовы. Это может быть и граждане Молдовы, которые были завербованы федеральными ФСБшниками. Потому, однозначно, это все есть. Но у вас есть своя служба внутренней безопасности, у вас есть контрразведка. Она однозначно будет отрабатывать, ей будут передаваться, если у нас есть такие данные, ей будут передаваться эта информация. И, в принципе, тоже, с одной стороны, нет большой проблемы для решения такого рода вопросов. Любая служба внутренней безопасности, она, когда имеет определенную информацию, она купирует эти вопросы, какого бы они плана ни были, военного, экономического или политического. И это можно освещать, но я не думаю, что это есть такой проблемой, о которой надо сильно беспокоиться. Сегодня появилась информация, если я не ошибаюсь, в одном из российских СМИ, да, о том, в Интерфаксе, о том, что... Сейчас, чтобы я не собрала. Невоенные космические объекты, которые США и их союзники используют во время конфликта в Украине, могут стать законной целью для ответных ударов России, пишет Интерфакс. Цитируя начальника департамента нераспространения контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова. И тут имелся в виду Старлинг, в том числе Илона Маска. И это просто очередное заявление, очередная угроза в условиях войны? Это накаление обстановки, может быть, в некоторых случаях и для внутреннего потребления. Практически 90% заявлений, которые делают военно-политическое руководство и дипломаты России, они направлены на внутреннее потребление для успокоения, либо своих каких-то внутренних вопросов, либо для освещения. Но не более того. Пусть попробуют, пусть попробуют хоть где-нибудь, хотя бы выполнить какое-то агрессивное действие в отношении, допустим, граждан или целых систем другой страны, а тем более страны НАТО. Попробуют, увидят, что это такое. Я думаю, их попустят, как минимум, уже остепенятся. А говорить они могут говорить. Они в основном и делают, что говорят. Ну, заявления делаются действительно разные. Но дело в том, что вопрос по Старлингу уже не первый раз поднимается. До этого, насколько я понимаю, директор Старлинг всегда сделала заявление о том, что они не давали согласие на то, чтобы Украина использовала их спутниковую связь для боевых действий. И это тогда прозвучало так довольно громко. И сейчас делает уже российский чиновник заявление. И я так понимаю, что это все-таки попытка оказать давление больше на господина Маска и его компанию даже, чем на Украину. Ну, дело в том, что на Маска вряд ли можно оказать прямое давление. На Украину уж точно это не окажет никакого давления. А Маск, он все-таки хозяин своей сети. Это хозяин, это у него определенное предприятие. Он вправе сам принимать решение. То есть пока мы работаем как раз в тесном контакте с господином Маском, с компанией и пользуемся Старлингами в рамках всех договоренностей, которые нам разрешены. Поэтому также никакой проблемы в этом смысле не видим. То есть больше все-таки, я думаю, это направлено для внутреннего потребления, для создания какой-то своей значимости или для ответа на некоторые вопросы, которые задаются тому же военно-политическому руководству из недр российской армии о каких-то принимаемых действиях. То есть они хотя бы пытаются показать, что они хотя бы как минимум знают об этой проблеме. Работает Старлинг. Очень хорошая связь управляется. Очень хорошо идет через него управление. Потому мы будем выполнять наши договорные обязательства с этой компанией. Еще один вопрос у меня относительно того, где же нам ждать контрнаступления, насколько я понимаю, Украины. Вы говорили о том, что Российская Федерация уже почти месяц пытается наступать. Мы видели, как, завалив практически телами, солидар брали. Мы видели, как попытались наступать на угледар. Хотя до этого все говорили, что теплая зима – не лучшее время для наступления, тем более на тяжелой технике, на броне в Украине. Когда и где нам ждать контрнаступления? Сейчас россияне, у них где-то второй месяц инициатива. Они перехватили ее под конец прошлого года. То есть они планируют наступление и они будут наступать. Мы пока будем находиться в оборонительной позиции. Выдержим это наступление. Оно будет в ближайшие две-три недели. Это будет понятно. После того, как наступление пойдет на спад, в тех местах, где российская армия более всего понесет потери, те места, которые определит наше командование как приоритетные, но это общее направление, понятно, общее направление стратегического наступления. Это будет выход на Азовское побережье для того, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. В любом месте. Это может быть из Запорожского фронта на Мелитополь, Бердянск. Это может быть из Донецкого фронта, с того же Углидара на Мариуполь. Есть более масштабный охват уже и Донбасса. В том числе это выход из Подсватова на Луганск, дальше на российский Таганрог. Выход на Таганрогские заливы. Это также отсечет российские поставки на Крым через Суходол. То есть все будет зависеть от развития ситуации. Планов есть около десяток, как минимум. Но как раз будет зависеть от именно оперативно-тактических ситуаций на момент принятия решения. Благодарю вас за то, что вы ответили на вопрос, нашли для нас время. И надеюсь, мы с вами еще увидимся в моей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова